Наверное, не случайно Господу так угодно, чтобы и на эту еще тему говорить о сломудрии. Старайся представить себя Богу достойным. Достоинство. Братья, в наших молитвах часто можно слышать, Господи, я недостойна. Мы немножко к этому привыкаем и даже как-то положительно к этому относимся. Ну, на самом деле, кто из нас может быть достойным? Кто? Положительно относимся и как бы в пользу смирения, что ли, брата, говорим, что ну вот хорошо, слава Богу. Брат какой хороший, вот он недостоин. А вот если на самом деле недостоин? Вот допустить только на мысли, что это не для прикраски, а вот на самом деле недостоин. А ведь это беда. Это, братья, большая-большая беда. Поэтому, наверное, надо говорить о сломудрии, помоги Господь. Я помню, я еще совсем молодым был, ходили мы в молодежи и приехали братья избирать в Рязанской поместной церкви служителей. А у нас в то время хорошие братья были. Как сейчас помню, один Юрий Семенович Корягин. И фамилия такая, понимаете, вот чисто русская. Корягин. Звучит. Вот что-то такое основательное. Коряга. Корягин. Плечи у него вот такие, волосы седые, красивые, весь прям изжил свитой. И вот братья приехали. Давно-давно, с детства верующие посмотрели на Рязанскую общину. И говорят, брат, вот тебе и пресс-фитером был быть. Как хорошо-то. По всем статьям подходящие. У тебя дети-то есть? Да есть, братья. Верующие? Да и верующие есть. А жена верующая? Верующая жена. Во, вот хорошо. Вот сейчас мы соберем членское собрание. Вот, значит, и ты согласен быть пресс-фитером? А брат вот так вот мнется. Братья, да я недостоин. Ох, хорошо, недостоин. Вот совсем уж хорошо. Человек недостоин-то, да? Скромный человек. И вот уговаривает, да, братья, ну, недостоин я. Недостоин. А потом, когда его приперли к стенке, и вот первый раз я услышал, братья, когда вот недостоин не теоретически, а практически. И вот он мялся-мялся, а потом говорит, братья, не могу я. Недостоин я. По слову Божьей, недостоин. Ну, брат, ну а что с тобой? Ну, ты можешь сказать? Братья, я, будучи членом церкви, дрался. И вот такие вот кулаки показал. И мы как посмотрели на эти кулаки, а у него каждый кулак, наверное, в два или в три раза больше, чем мой, да? И я представляю, если таким кулаком кого-нибудь стукнуть, да это быка свали. Братья, вот оно может быть немножко смешновато, да? Я, ну, вот недостоин, недостоин. А ведь там написано, не пьяница. Вот попробуй, если ты этим кулаком-то кого-нибудь как следует трахнул, да? А потом подойдешь, дорогая душа, дорогая душа, тебя Христос любит. Как он хочет, чтобы вот твоя душа спасенной была, да? А этот человек всю жизнь будет посмотреть на твой кулак. Да, любит меня Христос. Вот на каком-то этапе, а вот подкараулил брат, брат лукавый. Вот при каких условиях? Член церкви. Вот почему, почему вдруг вот пришло ему, вот кто его подпалил на это? Что вот он свое духовное целомудрие и потерял раз и навсегда. Говорит, о себе нехорошо. Я почему, я бы, наверное, об этом забыл. Ну, не забыл лишь только потому, что сам был на этом полозу, братья. Я с детства рос, такое, строение тела у меня такое женственное, меня вечно дубасили, вот, обижали, а я там нюней, в общем, был. Но вот когда я уверовал, когда уверовал, вот что-то по мне прорезался, понимаете, а? Срод не могу драться, а тут вот стал какой дух меня преследовать. Вот зайду в автобус, и надо же в этом в автобусе обязательно пьяниться. И вот к девчонкам пристает, пристает, а мне так противно, да, а я еще тут на коммунистической идеологии воспитанный, а теперь я христианин, да, и так думаю, ну вот сейчас вот еще вот подойдет, да, как встану, как изо всех сил трахну его, да. И, наверное, вот, если бы не будь этого членского собрания, наверное, меня бы этот дух все-таки достал бы. Я уж не знаю, какие последствия были бы, скорее бы меня, наверное, тоже трахнул бы этот дух, как следует. Не зря же с детства удачи в этом деле не было, да. Вот. Но вот такая штука преследовала. Братья, целомудрие. Это пока общее понятие, мы так просто входим. Все-таки, что же это за наука, целомудрие? Ну, слово сложное. Из двух состоит. Цело. Целостность. Целый. Неповрежденный. И второе слово. Мудрие. Мудрость. Премудрость. Вот объединились. Можно сделать заключение. Вот умение сохранить себя, все свое естество целостным, неповрежденным, это и есть. Можно говорить о целомудрии тела, души, души, духа. если мы говорим о неповрежденности, то надо думать, что есть тот, кто источник повреждения, поврежденности. Ну, это просто логично так думать, да, братья? Значит, источник повреждения, поврежденности. Много мудрость не нужно говорить, мы делаем такое, что это всегда дьяволы. Правда? Скажите, тело человека можно повредить? Можно. Следовательно, можно говорить о целомудрии тела. А душу человеческой можно повредить? Определенно. Значит, можно говорить о целомудрии души. И, братья, дал бы Бог, вот об этом меньше говорят, если даст нам Господь время. Хорошо бы нам вместе с вами побеседовать. Очень важный аспект целомудрия – это духовное целомудрие. Духовное. А дух можно человека повредить? Сколько угодно. Сколько угодно. Поэтому, благослови Господь, будем говорить и о целомудрии духовном. Ну, вот целомудренный человек, а вот слово противоположное, как вы думаете, какое можно употребить? Вот говорят, о, какой целомудренный человек. А противоположное по значению? Распущенный, растленный, развратный. Правильно, братья? Правильно. Исторически видно. Откроем книгу Бытие, 6 глава, с 5 по 13 текст. Прочитаем. Бытие, 6 глава, с 5 по 13 текст. Пока я читаю сам. А потом будете помогать, братья, пожалуйста. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Вот мы говорим развращение, да? Велико развращение человеков на земле. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я створил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных. Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Вот смотрите. Вот диаметрально противоположное. Велико развращение. И вот на этом фоне есть что-то, которое осталось целым, неповрежденным. Вот Ной обрел благодать. Человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Вот так вот. Еще откроем главу, 20-й исход. Но сначала сделаем вот вывод из прочитанного. Смотрите. Некогда целомудренная земля. Некогда прекрасная вот эта земля. Там сыны Божьи восклицали от радости. И посмотрите, во что она превратилась. Она вся растлена при лицом Божьем. Книга, исход 20-й глава. Братья, вы помните, это заповеди Божьи. Я хочу прочитать 13, 14, 17 тексты. 13-й. Не убивай. 14-й. Не прелюбодействуй. 17-й. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. И так далее, и так далее. Вот эти заповеди, они фактически направлены на что? На сохранение целомудрия. Источник целомудрия. Вот из этой же 20-й главы можно сделать заключение, что источник целомудрия, вот, целое, целое. Я Господь. Я единый. То есть, что-то вот, ну, такое, что одному принадлежит. Итак, братья, если мы говорим, что, вот, целомудрие – это, ну, умение сохранить, вот, мудрость. Мудрость нужно иметь, чтобы сохранить себя в целости и непорочности. Так все-таки, а где же взять ее мудрость? На каком рынке? В какое государство заказать билет, чтобы поехать, и вот там несколько мешков этой мудрости взять? Где взять, чтобы сохранить себя в целости с неповрежденными для Бога? Ну, может быть, кто-то будет, да, оспаривать. А почему, собственно, для Бога? А Бога-то, что от этого? Вот целенький я, или совсем-совсем развращенный? Может быть, это только нам нужно, а Господу Богу совсем и не нужно? Но я опять хочу сказать, что вот в этой же 20-й главе исход, написанной, един Господь есть, един. Значит, и вот Ему это вот как-то единение. И еще мы, братья, прочитаем два места. Пожалуйста, откройте Бытие, 6-я глава, с первого текста прочитаем. Значит, у нас такая цель. Кому же нужно наше целомудрие? 6-я глава Бытия, я читаю. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены. Братья, обратите только внимание. И брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь. Вот это случайно или не случайно? Рассуждаем. И сказал Господь. Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. И вот и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Это вот первое. Вообще-то, может быть, немножко прокомментировать. Братья, порассуждайте, случайно или не случайно. Вот вначале было как. Вот вспомним наших родителей. Вот Адам, первый человек на земле. Вот там все птицы, зверюшки, все обрели себе пару. Все как-то благухает, все наслаждается, все упорядочено. И вот ему не нашлось человека. Вот подобного. Соответственно не нашлось. И Господь принимает решение. Сотворим человек. Ну вот так, будто бы записано было. Сотворим помощницу, и все. Но не просто помощницу. Обратите внимание. А вот помощницу, соответственно ему. А что это за принцип соответствия? А кто его определил с самого начала? Адам или не Адам? Откуда знал Адам? Кто ему нужен? В каком плане помощница? Братья, до сих пор этот принцип соответствия, он находится под контролем Всевышнего. И, видимо, не случайно. Вот так вот просто, непринужденно, но серьезно. Вот они, благочестивые, всеми Сифа, сыны Божьи, появились на земле. И это они стали призвать имя Господне. Вот вроде бы все и хорошо. И вдруг, вот среди этой обстановки, ох, красавицы какие, ох, появились. Да откуда же это? Так это вот они, вот, видишь, те, которые совсем забывают Бога. И глазки, глазки побежали, побежали. Возьму себе эту. Да ты чего? Я вот это, вот это вот, смотри, с длинными ногами. Красивая какая, да? И что же? И прямо написано сразу же. Не вечно Духу моему быть в пренебрежении. А где воля Божия? Наверное, Господь в плане, когда, то есть, стали призывать имя Господня, и тогда уже Господь готов был людям отвечать на их запросы. Ну, кто же мог определить вот этому индивидууму, вот эта жена нужна, вот эта, а они что? А они так, а кто лучше, кто красивее, кто, ну и что же, чего достигли, исполинов достигли. И великой разращенностью тоже достигли. Брать еще, я прочитаю, 17 глава, целомудрие, 17 глава, откровение. Кому это нужно? Нам? И только нам? Или Господу Богу нужно, чтобы мы были целыми, неповрежденными? Прочитаю 17 глава, откровение. И пришел один из семи ангелов, имеющим семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне. Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния убивались живущие на земле. И повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, присполненными нам бухгульными, семью головами, десятью рогами. Жена облечена была в порфир и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой благодействия. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон, великий мать, блудницам и мерзостям земным. Братья, если бы Богу было все равно, мы понимаем этот духовный образ, зачем судить эту великую блудницу? Но тут же есть суд, и очень серьезный, но это все еще будет. Братья, так лежало на сердце, вот мы говорим, где взять эту мудрость, откуда ее, где набраться, где вот достать? И лежал на сердце. Если вы не против, вы не замечаете, что мы все-таки очень мало священного писания читаем? Мы все как-то вот один, второй текст и много-много наших слов. Давайте немножко отступим от этого правила. Давайте почитаем побольше Слова Божьего. Чтобы не было утомительно одного слушать, давайте вот глав 5 сразу прочитаем из книги-притчи. Что эта книга велика расскажет нам об источнике мудрости, об источнике разума, об источнике вот этого Божьего? Братья, первая глава, кто прочитает? Братья, только предупреждаю. Кто захочет прочитать, читайте не как панихиду. Слово Божие надо читать с выражением. Ясно, дерзновенно, хорошо. Но кто прочитает? Если этому можно научиться, будем с Божьей помощью учиться. Итак, мы сейчас порассуждаем о целомудрии тела, телесной целомудрии. Братья, ну как? У нас тела есть. Все живущие, братья, как только рождаются на свет, первое, что приобретает тело. Все живущие на земле имеют тело. И здесь мы приходим к такому заключению. Что если есть это возмущающее начало, и если есть тот, кто желает повредить наше тело, то с самого начала, с самого момента рождения он будет охотиться за нами. Находит ли это подтверждение в действительной жизни или нет? Бог дал людям великий дар. Об этом даре записан в Бытие 1.28. Продублирован 9.7. Прочитаем, братья. 1.28. Бытие. Братья, великий дар. Плодитесь и размножайтесь. Но этот дар не безусловный. Этот дар постоянно, с самых первых дней, под контролем Всевышнего. Мы еще прочитаем в подтверждении этой мысли 138-й Псалом 13-й и 16-й тексты. Пожалуйста, братья. Псалом 138-й, 13-й, 16-й тексты. Господь наш единый жизнедавец. Об этом там написано. И также подготовит 29-й Исаии 23-й текст. Братья, эти места свидетельствуют, что един жизнедавец Господь. Един. Знает противник об этом? Знает. Противник ненавидит рот человеческий, ненавидит творение Божие. И всеми силами своими будет стремиться навредить Господу. До смерти он будет охотиться. С самого начала до смерти будет охотиться, чтобы повредить тело человека. Тело человека повредить. То есть нарушить его целомудрие. Очень восторженно говорит об этом Дух Божий о тех, кто вот в этой войне окажется победителем. Давайте мы с вами прочитаем Откровение 14-й глава с 1 по 5 текст. Братья, непорочные, девственники. Смотрите, а какое преимущество? Скажите, это будет или не будет, а? Это будет в вечности исполнено, что какая-то группа людей, которые жили здесь на земле, в вечности завансом будут следовать, куда бы он ни пошел. Это приоритетно? Это приоритетно. А за что? Они непорочны. Они девственники. Скажите, а за ними что, не было охоты? А что, их сатана не пытался развратить? Нет. За ними также была охота. Но они остались целыми, неповрежденными. Мы поговорим о принципах развращения. Первое место мы уже с вами прочитали, Бытие 6.1.6. Вот смотрите, как там сначала вожделение действовало. Вот Господь сотворил людей, сыны Божьи увидели дочерей человеческих, и в нарушении боли Божьей, принципа соответствия, стали выбирать, кто себе какую захотел. В результате, вот, поражения. Не вечно, духу моему. Второй принцип развращения. Братья сатана знают, как и чем достать. Он увидел святое племя. Он увидел грешное племя. Вот его. Что нужно сделать? А, соедините вместе. И вот и будет достигнута цель, чтобы людей лишить этой вот великой науки целомудрия. Еще, братья, о принципах развращения. Давайте прочитаем 7 главу. Притчи с 7 по 13 текст. Притчи, 7 глава. И увидел, 6 даже прочитаю. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою. И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и не обузданная. Ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях. И у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бессыднецом говорила ему. Братья, вот этот вот очень емкий по духовному содержанию отрывок Священного Писания, который свидетельствует нам о принципах развращения, о принципах, которые пользуется враг для того, чтобы лишить человека целомудрия. Первое. Неопытность. Братья, а ведь на самом деле, вот увидел среди этих юношей неопытного, если бы он был бы опытный, но вот неопытность подвела его. Вот так вот можно сказать, ну вот все понятно, надо быть опытным. А где же ее, эту опытность взять? Где? Как достичь этой опытности? Братья, что заулыбались? Ну поделитесь. Брат Андрей, ты первый заулыбался? Ну вот давай тогда говори. Говори, говори. Хорошо. Братья, неопытность есть неопытность. Не забывайте, братья, что мы очень часто будем в положении неопытных. Мы не только о себе говорим, мы говорим сейчас о человеке вообще. Как только человек родился, как только человек родился, у него есть опыт? У него никакого опыта нет. Но он где-то есть, этот опыт? Есть. И поэтому с самого начала Господь позаботился, чтобы рядом с маленьким человечком папаша был, мамаша была. И вдруг этот опытный, неопытный, вернее, на улице. А чего ему там делать, этому неопытному, на улице? А вот почему он попал на эту на улицу, а? А может быть был тот, которого Господь вот предназначил вот и уберечь от этого? Братья, мы должны об этом говорить или не должны, вот в своем тесном круге? У нас дети есть. Они только что рождаются. Другим еще предстоит вот женить скоро. Здесь у нас холостых. И дети будут рождаться. Ох, как горе! Если дети наши будут появляться на улицах, вот с таким званием неопытных, неразумного юношу. Этот юноша не только неразумный, то есть неопытный, но еще и неразумный. Вот идет он, а западня для него уже готова. А в чем, собственно, его неразумие? Вот если бы он только подумал, если бы он только подумал, а что потом? Вот ты сейчас попадешься в руки этой штуки, да? Ну а что потом будет с тобой? Что будет потом? Ведь вся жизнь полетит под откос, да? Неразумие. Братья, как хорошо, если бы вот этот вопрос почаще звучал. Близ угла ее. Это тоже принцип развращения. Близ угла ее. Вот замечаешь иногда, дети любят собираться по подъездам. Чему там можно учиться? А там весело, там хи-хи-ха-ха. Любят. Вот он, вот угол, вот угол, где можно, где таится этот принцип развращения, где хозяин этого угла есть. Место там нашим детям. А нам место там, по этим, по углам, по задворкам ходить, да? Вот этот неопытный, вот это вот такой юноша, идет, и вот, да ему бы взять квартал, обойти, и все, он бы не встретился бы. Всего лишь один квартал пешочком обогнуть, и все, беды бы не случилось бы, да? А он вот раз мимо угла проходил. Принцип развращения, мы говорим, близ угла. Дальше. И вот навстречу ему она в наряде блудницы. Эх, брат Андрей, ну, слава богу, хорошо. Хорошо, наверное, вот, наверное, теперь до конца жизни не забуду. Братья, а все-таки как хорошо, что самую умную, что самую красивую, что самую вожделенную, плоть от червей все-таки сожрут. Сожрут, братья, обязательно сожрут, а? Братья, с некоторой смелостью говорю. Почему? Потому что знаю, по себе знаю и по вас знаю. Иногда распоясываются наши глаза, да? И иногда бывает очень трудно бороться. Почему я с так уверенностью говорю, да? А вот вспоминай Иова. Сколько у Иова детей было? Десять. Сколько сыновей? Дочерей? И вот послушайте разговор этого почтенного старца, о котором сам Господь сказал. Нет такого на земле. Человек праведный, благочестивый и удаляющийся от зла. Но вот откровенный момент. Завет положил я, чтобы не согрешить. Ну, так, можно вот в простоте, в рязанской простоте сказать, ах ты старый, короче, у тебя десять человек детей. И куда же твои глаза посматривают, а? У тебя десять человек детей. А ты завет с глазами своими заключаешь, чтобы не помышлять. О ком? Да уж смотрел бы на старуху, ладно бы, да? А то девица тебе подавай, да? Братья, мы говорим о целомудрии. Это священное писание очень серьезно предупреждает. Вот они принципы развращения. Вот их хозяин. Вот их хозяин. Вот там угол. Там еще что-то. У него такой бесконечный, может быть, мы даже сейчас и оставим. И мы говорим, братья, это очень-очень все близко может быть к нам. Если не к нам, если мы из этих пеленок выросли, то это очень может быть близко к нашим детям, за которых мы ответственны. Шумная, необузданная, в наряде блудницы. Не говорите ли нам Слово Божие о том, что наша одежда должна быть какой, как прилично у святых. Одежда в вопросах целомудрия, братья, дорогие, занимает далеко не последнее место. Ну вот дальше еще один принцип развращения. Целовала его. Даже так написано, схватила его. Помню на одном из братских общений, очень почтенный старец, которого все любят и уважают, братья вывещевал. И знаете, кого? Пресвитеров вывещевал. Братья, будьте подальше от этих баб. Так он сказал от женщин. Мне почему-то показалось, что он именно это имел в виду. Братья, будьте подальше от этих баб. Держите себя подальше. И не можешь и не заметить, как тебя схватят. И целовать начнут. А это вот тот же был. В нашу церковь приехала одна молодая, наверное, все-таки женщина молодая. Ну и общение было. И потом после этого общения. И вот после общения, значит, подходит, брат, можем побеседовать? Ну, можно. Ну так, сначала такие робкие, неуверенные вопросы. А то мы снем, а то мы снем. А потом прям взрыв. Братья, что вы делаете с нами? Вам не стыдно? Вам Бог дает кафедры, чтобы вы проповедовали Слово Господне. А вы нас влюбляете в себя. Вы потом пойдете спать к своим женам, а нам что делать, а? Вы вокруг нас столько костров развели, да? Как вы говорите? Какие вы милые, хорошие. Вы никогда никого не обижаете. Мы люди из мира. Мы там ничего не видели хорошего. Там все страшно. А вы такие милые, хорошие. Вы о нас подумали? Вы пойдете спать к своим женам, а нам что делать? А нам что, когда ночь придет делать? Братья, вот, братья, оказывается, об этом нужно еще думать. Брат, ну я постараюсь. Братья, не надо улыбаться. Не надо, братья. Вот, по-моему, вчера кто-то говорил, по-моему, вот из людей старшего, проповедовать Слово Божие так, чтобы не плоди говорило, а чтобы Дух Божий говорил. Когда Дух Божий говорит, тогда вожделений с кафедры не будет. Тогда свято. Тогда человек может обличение от Духа Божьего получать. И вряд ли, наверное, придет такое, как это тоже из области сестринских впечатлений. А хорошие. Ох, какой красивый. Тут есть о чем подумать, братья. Тут я не могу, может быть, сразу вот так вот. Я просто вам действительно события передаю. В чем вина? В том, что иногда братья красуются на проповедях. Вместо того, чтобы проповедовать Ивангелия, красуются на проповедях. Братья, а так вот даже подумайте, если мы говорим о принципах развращения. Вот она схватила и его целовала, да? А в принципе, посмотреть. Вот ученые люди говорят, дырот у человека, это самое грязное место, да? Каких там микробов только не найдешь. Ну, почему тогда вот все? Почему даже на исповедание? Вот для братьев-служителей. Почему на исповедание хоть часто можно? Вот там не удержались, вот там вот дело дошло до поцелуев, да? А это принцип развращения. И это из арсенала лукавого. И пусть никто не считает, что это все безобидно, да? Подумаешь, там, поцеловались. Ведь не случилось какой-то еще беды. Говоря о принципах развращения, давайте еще прочитаем Откровение 17 глава с 1 по 5 текст. Мы сейчас читали, только очень коротко. Мы уже читали Откровение 17 глава с 1 по 5 текст. И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, показал, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные. Братья, как вам кажется, вот там, где власть, вот вы замечаете или нет? Вот там, где власть, там, где что-то такое, там очень-очень близко вот этот вот разврат. Можно так думать или нет? Можно. Там, где власть, там очень где-то близко-близко вот этот вот старик блуд живет. Дальше. Вино блудодеяния. Если мы слышим, так Слово Божие говорит, а вино не блудодеяние, ну, вино это пищепитье. Скажите, к вопросам целомудрия пищепитье имеет отношение? Имеет отношение. Вино, глумливое, секира, буйно. Поэтому сейчас нет времени, но еще-еще один раз мы напоминаем для себя вино и всякие напиточки не для христиан. Братья, если мы говорим о наркомании, то и есть, может быть, самая беззавидная форма наркомании, это кофеин и наркомания. Братья, приходилось мне от стариков слышать даже такую вещь. Говорит, братья, если бы вы только знали, что вам перед сном пить и что есть. А однажды, когда я увидел, что вот так вот, то работали, а потом подали сало, да такого сала, да еще с перчиком, да еще с чесночком, а потом еще и горчицу прибавили, то один из братьев старцев говорит, а ну-ка уберите отсюда. Многие даже могут, я смотрю, и не понимаем. Вот в наших специях, которые очень часто мы любим и даже хвастаем вдруг, вот есть очень много такого опасного, что не способствует к сломудренной жизни. И знаете, разрешите я простой пример скажу. И если пшенной каши налупится так, что живот такой вот будет, то, пожалуй, пшенная каша никого не потянет на подвиги. Понимаете? Но если вы вот близко так к вечерку котлеточек наедитесь, сальца вот крепенько так с перчиком, с горчицею, и потом еще кофейку врежете так хорошо, вот там две чайных ложечки, да, до черноты, братья, опасность изя. Смейтесь, как хотите, братья, смейтесь. Но это к вопросам целомудрия имеет отношение. Если бы не имело, Слово Божие об этом не говорило бы. Поэтому хотя бы, если уж ладно, хоть на заметочку для себя, давайте возьмем, братья. Потому что есть пути, которые очень-очень близко от угла ее находятся. Возьмем для себя на заметочку. Ну и следующий, вот из этой 17 главы, Вавилон, это мать блудницам и мерзостям земным. Но об этом мы уже говорили, что значит, там, где смешение святого и грешнего, вот там о целомудрии как таковом и говорить не приходится. Ну, братья, принцип развращения. Давайте на этом мы остановимся, потому что тут можно даже заблудиться. Уж столько всего многого. Это все от лукавого. А лукавое, это, в общем, это лук, да, это не прямое. И тут жизнь так сложна, что это не набор стереотипов, и это будет без конца, без конца. Не успеем мы вот записать 15 принципов развращения, а он уже 25 еще выдумает. Принцип развращения, вот все их не опишешь, но об одном священное писание очень серьезно говорит и по наше время. Бытие 38, 1, 10. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Адаламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного ханьянина, которое имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир, и зачала опять и родила сына и нарекла имя ему Анан, и еще родила сына и нарекла имя ему Шла. Иуда был в Хизиве, когда она родила его, и взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя Ефамарь. Ир, первенцый Удин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. братья, вот если бы только знал, что Анан первое, может быть, на земле сделал, и как потом все это будет бесконечно повторяться на земле, и что является мерзостью, великой мерзостью в глазах Бога, вот, то это просто страшно. Вот с первых страниц Библии, вот сатана подстерег человечество на этом углу, подстерег, вот там предпосылки такие, ах, не мое, ну и не будет. И, как написано, вот так вот просто, целомудренно очень написано, изливал на землю. А теперь, а теперь, братья, ни одного поколения без этого греха не обходится. Те, кто работают по священию, и те, кто с душами близко соприкасаются, это страшная, страшная беда. Можем было бы об этом и не говорить, братья, может быть, наше общество, в общем-то, целомудренное в этом вопросе, и все-таки говорить надо. Почему надо? Потому что к нам с Запада очень часто, вот, приходит такая литература, я сам лично одну книжечку, и под редакцией проповедника, радиопроповедника, Михаила Маргулиса, помните такое имя? Михаил Маргулис. Так вот, под его редакцией я сам, братья, я не удержался, я ее разорвал, эту книжку бросил в печку. Вот там черным по белому написано, что анонизм как таковой, значит, вот, там надо по-другому понимать, это библейский, там, библейский принцип был, а в общем-то, ничего зловредного для организма это дело не несет, физиологически все очень просто, даже Бог там все это предусмотрел, так что пусть не стесняйтесь, братья, больше беды будет от того, если вы будете вот дрожать перед этим. Так что, в общем, этот зверь, которого бояться не нужно, да? Вот, а я читал и думаю, Господи, вот это вот оно и страшно. Ну, потом Бог дал увидеть эту страсть еще в одном случае, значит, когда к нам в Рязань, я не тайну исповедания, братья говорю, а просто как пример жизненный, все-таки здесь братья, когда к нам в Рязань, давно это было, никогда вы этих людей не узнаете, вот, но мы увидели просто страшные действия этого греха, когда молодой человек, который с детства был порабощен вот этим, вот он имел тяжелейшую форму эпилепсии, и бесполезное дело. Сколько на нем не молились, и какие советы ему не давали, бесполезно. По-другому просто не заведено было. Родился ребенок, что сделали его? Обмыли и, ну, по Евангелии как там, спеленали. А вот теперь, когда ваши жены из роддом будут приходить, первое, с чем вы столкнетесь, оказывается, это неправильно. Это неправильно. Ребенок должен быть свободен, раскован. И с первых дней жизни его одевают ему ползунки и все, что угодно. Но, братья, вспомните мои слова. Понаблюдайте за жизнью младенцев. Если родился мальчик и девочка, не левша, а правая рука, посмотрите, где будет правая рука. Посмотрите. Потом вспомните меня. А если левша, то левая рука. Там, в области промежности. Духовное существо человек. Вот совсем недавно мамаша приходит ко мне, плачет, плачет и рассказать стесняется, и все. Но, брат, не знаю, что делать и как сказать, и я совсем растерялась и не знаю вообще, что делать. Ну, я сразу понял. Я говорю, ну, все-таки ты расскажи. Я застал своего сына, а сын-то в Дегоре, шесть-седьмой годик, занимается вот этим, таким делом. Брат, ну, что делать, что делать? Ну, побеседовали. Как ты сама? Да все было. Все было. Что ты хочешь? Оплакина? Раскаялась? Да, может, и раскаялась, я уже забыл. Ну, теперь только в ужас. Не приходи от этого. А вот давайте работать. Давайте учиться вместе. Будем учиться. Я говорю, он не остановится. А что же теперь делать? Усилье наблюдение. И как только застанешь, и не как-нибудь символически по заднице, а вот что есть, что в этом замешано? И вот, недолго пришлось ждать, через неделю, она приходит опять и говорит, брат, что ты посоветовала, я сегодня сделала. Опять застала. Первый раз, когда она застала, она стала ей уговаривать, сыночек, это нельзя, это грех, туда-сюда. Он расплакался, даже вот такой, шесть-семь лет, пообещал, я больше не буду, мама, через неделю. Вот она его опять прихватила с этим делом. Сынок, я тебе рассказывала, вот Господь видит, вот ты грешник, это очень плохо, да, вот, вот эти вот ручки твои, вот то, что они делают, это плохо. Братья, а ведь помогло. Вот сейчас периодически встречаю, спрашиваю, ну как? Ничего. Никаких последствий, ничего. Это я немножко уже переключился. Говоря о целомудрее детстве, братья, мы отмечаем, что сатана начинает охоту за мальчиками и девочками, вот через эти чувственные вожделения, которые Господь, как мудрый творец, вот в этот принцип, плодитесь и размножайтесь, заложил, заложил. Но вот дело-то в том, что грех вместе с рождением, вот в этом маленьком человеке грех рождается. И вот этот грех сатана толкает вот на эти напагубные дела. Дальше. Знаете ли вы об этом, братья, или нет, что дети вот имеют такую патологическую страсть подсматривать друг за другом? Знаете об этом? У кого есть семьи, у кого будут семьи, сматерите, держите ухо востро. И если только вы увидите, что дети внутри семьи начинают подсматривать, тем более в наших многодетных семьях, где очень трудно бывает разделить девочек и мальчиков, да, но вот нездоровые интересы, как у мальчиков, как у девочек. Знаете, опасность приближается. Пока мы выявляем опасность, а потом совета будем давать. Больше того, братья, известны случаи, когда дети подсматривают не только друг за другом, но и за родителями. Родители, братья дорогие, при всех условиях бытовых наших, когда и скрыться невозможно, и мы устаём, чтобы дождаться глубокой ночи, братья, ради детей ваших. Будем умолять Господа, чтобы нам не быть средством развращения детей наших. Известен случай, когда дети были не просто там подслушивали, а подсматривали за делами родителей. Вы понимаете, какой-то катастрофой сказывается потом. Братья, об этом надо что-то иметь, какое-то представление, и как-то, но быть на страже, просить милостью Бога, чтобы мы в своей семейной жизни не способствовали развращённости наших детей. Ещё, братья, у детей, говоря о детском целомудрии, вот, это нормальное, появляется интерес. А откуда я? А как я появился? Среди нас есть такие, которые рассказывают, что мы тебя нашли в капусте, сейчас уже нет такого, но, во всяком случае, раньше, а может быть, кто-то традиционный воспользуется таким случаем. Да мы тебя, сыночка, в капусте нашли с мамой, пошли, огород положим, смотрим, такой хорошенький мальчик, такая хорошенькая девочка в капусте лежит. Ну вот мы тебя и взяли, и вот ты теперь наша доченька. Братья, вот, путь Божий свят, и хорошо, если, если свято, и объяснять. Ну хорошо. Брат Андрей, Брат Толя, прости, с Андреем, с братом там спутал. Вот представь себе, вот ты женился, вот у тебя сын родился, да, и вот сын приходит к тебе и спрашивает, пап, а откуда я взялся? Что ты будешь делать? Как будешь отвечать на этот вопрос? Не знаю. Так, хорошо. Брат Саш Воронин, у тебя уже дети есть, представь себе, приезжаешь ты, и вдруг у тебя сын или дочь, или те, и другие. Вот ты сразу в такой ситуации. Пап, а откуда я взялся? И все. А как я родился? Братья, очень серьезные вопросы, правда? Братья, а кому-нибудь такие вопросы приходилось слышать или нет? Приходилось, да? Братья, вообще-то надо быть готовым. Если написано, будьте готовы дать отчет ваше упование всякому, детям тоже надо быть готовым, чтобы отвечать на такие вопросы. Но вопросы наши, они должны быть понятны на уровне детей, и они должны быть без пошлостей, без намеков, и очень святыми. И лучше всего, братья, если мы призываем вот помощь у Господа в этом плане, и почему, допустим, так и объяснить, сынок или доченька, вот Господь так сотворил человека, что он разнополый, есть мужчины и женщины, Господь благословил брак, и вот Господь заповедовал нам любить друг друга. Вот папа любит маму, ты видишь, как папа всегда ухаживает за мамой, мама, вот, тоже любит папу, да? И вот эта любовь, о которой ты узнаешь, когда подрастешь, вот она приводит к тому, что рождаются дети, и это очень свято, Господу это нравится, и когда ребенок вот такое разъяснение, ну, приблизительно такое оно получает, то есть его, ну, какие-то волнующие проблемы на детском уровне укладываются, в нем никаких дополнительных вот этих, это вполне достаточно, у него же пока потребности в этом нету, и все это, оно получило информацию, и дальше ничего не здорового в этой душе просто, ну, а если что-то будет другое, ну, с Божьей помощью на такие вопросы отвечать. Ну, братья, что вот можно еще посоветовать меры воспитания, если мы видим с раннего детства, вот в наших детях открылась эта охота, когда сатана охотится за нашими детьми, и вот особенно в области этого детского анонизма. Ну, вот первое, что я сказал, что боль наказания очень хорошо в этом плане помогает, очень хорошо. Братья, среди сестер растет сопротивление, вот это вот, я бы сказал, лермонтовское или коммунистическое, не наказывать детей, это жестоко, вот все-таки правее Слово Божие мы не можем быть. И какая-то фаза воспитания, когда вот болевой инстинкт или рефлекс, как хотите называйте, вот оно очень приглушает вот это вот все нездоровые братья, этим можно пользоваться. Конечно, не в ожесточении сердца, а с молитвой Господа, этим можно пользоваться. Дальше, вот как я сказал, же святое знание, когда все интересы о вопросах целомудрия в доступной для ребенка форме, родителям объясняется, и как правило, этого бывает достаточно. Следующее, страх перед всезнающим Богом. Братья, вот об этом мы очень часто забываем. Душа человека, душа ребенка, она особенно восприимчива к страху Божьему. Вот я вам тоже были не нарисованы картины, а были расскажу, хотя сам я только вчера узнал. Два ребенка поссорились, чуть ли не разодрались. Из-за чего? Из-за машины. Один хватает, тащит в свою сторону, второй в свою сторону, и чуть дело до тумаков не дошло. Вот два брата родных. Целомудренный мама, сразу сердцем поняла, что нужно делать. Хватает одного, хватает в другого. Садитесь, я вам сейчас о втором пришествии расскажу. И стала рассказывать о втором пришествии. И сердце детей смирилось, уши навострились, а когда рассказ был кончен, страсти потухли, сатана была изгнана, наверное. И старший говорит, да может быть, я уж тебе машину отдам, а младший говорит, да я уж что-то не хочу в нее играть, возьми ты. Братья, причем это не выдуманное, это быль. Так вот, братья, смотрите, как страх перед Богом в душе ребенка может играть очень и очень положительную роль в вопросах целомудрия. Этим обязательно надо пользоваться. Это вот наше оружие. А если мы забываем, кто несет урон? Ну, естественно, мы же и несем урон. И, братья, еще мы тоже можем забывать, что, значит, должны мы понимать, ребенку это недоступно, но мы понимаем, что вот за всеми этими проявлениями стоит какой-то дух. Правда это или нет? Дух. А любой дух мы с вами должны в молитве обличать. И пока мы не обличаем его, у него есть очень хорошая среда, где прятаться, да? Пока мы на него наступательную позицию вот не заняли, он может гнездиться очень хорошо. Вот. Ну и, конечно, не нужно пренебрегать молитвой, вот, чтобы и ребеночек, и все мы просили помощи у Господа. Ну вот, братья, дальше что? Вот ребеночек подрастает. Мы тоже растем вместе и замечаем, что детство-то позади, что ребенок вырастает и превращается в отрока. А ведь он грешник, и греховные наклонности в нем возрастают. Братья, и как хорошо, если вот в таком возрасте, в таком возрасте ребенок получает рождение свыше. Как хорошо. Но, к большому сожалению, не всегда это получается, что детство осталось позади, а отрок или ближе к юношству, и человек еще не рожден свыше. Вот здесь вот охота. Такая изощренная охота. Почему? Потому что вы же знаете, мир есть мир, сатана есть сатана. Цели у него определенные и ясные. Теперь подключает что? Телевидение. Для нерожденного свыше. Как ты не убеждай, это настолько лакомый кусочек. Дети где угодно будут смотреть самые грязные картины, которые ну просто напрочь психу ребенка разрушат, да, возбуждают нездоровые помыслы. Почему? Да потому что вместе с формированием вот этого вот организма, женского или мужского, начинает ну потребность проявляться. И если духом вот это вот смертное не поглощается, то просто приходит беда. Просто приходит беда. Поэтому братья, вот, ну братья, особенно служители, простите, я как-то вот хотел, ну ненавязчиво, боюсь, обратить все-таки внимание на работу с теми, кто занимается. Как все-таки желательно, чтобы наша работа вот к этом времени, кто занимается с детьми, к этом времени, когда отрочество и вот юность заканчивалась духовной работой тем, чтобы человек получал рождение свыше. Если не получает, то сатана вот в это самое время это ужасный урон от повреждений телу человека наносит. Ужасный урон. все в этом мире способствует, чтобы к этому времени чувственность встала, ну, заняла свое пиковое положение. Я говорю, и телевидение, и школьные рассказы, и подворотные рассказы, все это способствует о том, чтобы чувственность возросла, и потребность возрастает, а удовлетворить эту потребность, ведь вы же не можете 14-13-летнего подростка или девочку женить или замуж выйти. А что делать? Что делать, когда там все горит, братья? Что делать? И мы говорим, самое лучшее, если к этому возрасту человек уже не один, а с Господом. Когда он становится христианином, юным, но христианином, когда Господь за него. А вот если рождение свыше, не произошло, тогда как помочь? Как помочь особенно тому, которому уже и поздно помогать? Братья, если бывает так, бывает так, что родительская нецеломудрия этому очень сильно помогает. В наследственность это входит. Если жизнь у родителей до брака была нецеломудренная, неисповеданная, а вот как тот сегодня даже молился из братьев, вот там Господи благодарю Тебя за то, что меня простил, без исповедания, без сокрушения, без распятия греха, да, так вот вроде раз все, тут же в церковь приняли, вот, а тут же и подходящая невеста нашлась или что-то такое, ну, в общем, легко. И сочетали, и пошли, вот, и потом рождаются дети, пораженные вот этим вот пороком. Поэтому как все-таки слава Господу, что вот мы дожили до такого времени, когда все-таки Господь открывает, что об этом нужно беседовать, и особенно перед брак сочетанием, чтобы брачущаясь пара ни в коем случае из своей ветхой жизни вот эти вот нераспятые, неосужденные грехи через грань семейной жизни они не перетащили, чтобы они обязательно осудили и раскаялись в этом. Это вот та благоприятная среда, когда можно думать о том, что Господь очистит, и в нашем потомстве вот этого не будет. А если все-таки этого не будет, тогда вот маленькому человечку, или теперь мы уже говорим там отруку или юноше, придется здорово расплачиваться своим поражением за греховную жизнь родителей. Вот. братья, ну, а все-таки нет такого положения, которое нельзя было бы поправить. Вот в этом возрасте ну, что делать, вот если мы видим, ведь вот этого 14-летнего теперь ведь на каждом, да ведь он, знаете, как замаскируется? Это, допустим, ребенок в 7-летнем возрасте, он еще не знает, как прятаться. Вот. А в 14-летнем возрасте, вы знаете, как человек замаскируется, запрячется, и он не стесняется будет врать, если ты ему там намекать будешь, да, как у тебя дела в этом плане, да, он не стесняется будет врать, нерожденный свыше, что он уже там где-то целуется с этими девчонками в подвалих или где, а будет говорить, да нет, да ты что, да я на кокке был, грех есть грех, да, вот. Что же делать? А вот сердце родительское чувствует, а ведь неблагополучно, а? Вот как мы говорили, вот не живут ноги дома, смотришь, ты уроки выучил, да, да, я сейчас, сейчас, хоп, нету, куда убежал, куда убежал, время прийти, а его нету, дома ноги не живут, куда это убежал, пришел же вечером, и наказать тоже нету, потому что своего, у самого силы нет, чтобы наказать его, а чувствуешь неблагополучно, ну что делать? Как помочь этим людям? А ведь они же юные христиане, они рождены не для ада, братья, и вот из наблюдения, кое-что мы все-таки упускаем в этом плане, братья, все-таки какое же зло это великое, что в наших домах появились, вот это мерзкие штуки, мы очень много воюем, столкнуть? Я имею ввиду не его, он придат к этому магнитофонам, вот мы войну большую объявляем телевизору, и правильно делаем, но вот эти магнитофоны, это, 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 не меньшее зло, чем эти телевизоры, только в другом плане, я вот помню, это вот в моей семье было, хотя о себе, может быть, и не очень хорошо говорить, братья, но в моей семье я это испытал, но как-то Бог дал, дети каждый год рождались, и я был членом хора, жена у меня вообще с детства певунья, на память больше 500 гимнов знала, вот, без тетрадки пела, и вот когда нас сочетали, вот так вот получилось, что мы просыпались под гимнами, я, первые годы жизни семейной, я помню, я всегда просыпался под пением гимна, вот раз проснулся, как только в сознание прихожу, а в душе у меня гимн какой-то звучит, братья, есть ведь у кого-то это, да, просыпаешься, а в душе гимн какой-то звучит, постоянно, и потом в течение дня, очень часто, вот что-то звучит, 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 и сам не знаешь, как ты начинаешь подпевать, вот этому, и вот так вот в жизни проходило, ну, вот мода, христианская мода, и вот у одного появился магнитофон, у второго, а у нас никогда денег не было, и вот вдруг, по какому-то случае, мы сколотили вот это вот состояние, да, и ребята у нас рождались, по-моему, четыре уже, наверное, было, может быть, и пять уже было, и вот как у нас в доме было, постоянно поют, слов они не знали, но вот это вот ля-ляшки, мы их так и знали, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, и вот они ля-ля-ля-ля-ля-ля, потом они через слово стали вместе ля-ляшками какие-то уже слова произносить, но постоянно, в любой момент, они что-то пели, 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 и вот мы, какую ошибку сделали, купили магнитофон, Всё, братья, всё. Я уже никогда не слышал больше пения простого, непринуждённого, который сходил бы с детских сердец. А вот сами подумайте, ребёнок может постичь учение о Духе Святом или нет? Ведь не может, правда? А ведь Дух Божий – это путь к полноте. А может ли сердце ребёнка с детства от чрева матери быть исполненным Дух Святого? Может. Писание об этом говорит. А какой путь проложить Духу Божьему к сердцу ребёнка? Братья, я думаю, нет такого пути, кроме пения. И вот когда мы покупаем эти магнитофоны, да ещё теперь с реверсом и без реверса, какое же всё-таки мы зло делаем. Ох, какое мы зло делаем. Изгоняем Духа Божьего из своих домов. И так образно, я однажды к такому выводу пришёл. Господи, не будет тебе никакого пения от меня. Пусть тебя железка славит. И на самом деле так. С утра до ночи. Эти бам-бамы, пам-бамы, да. Или такие вещи, как этот оркестр Джеймс Ласт. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И хочется прям сразу упасть и умереть. Настолько это, да, прям упасть и умереть. Настолько это всё, жизнь не мила, а. Вот, вот так вот. а вот если вы то что господь дал она был бы и тогда бы как это благодатно все действовало на сердца детей ну время пущено они входу магнитофоны братья если хотите примите к сведению по возможности пока не поздно кто еще не купил своим маленьким детям и не покупайте а а вот петь учите учите помните что это великое преимущество для детей ребенок не может овладеть словом божиим чтобы смысловую вот нагрузку воспринять на кору там больших серых и малых полушарий да но петь детская душа она она но она создана петь богу и тогда господь обязательно будет действовать в этом плане помню в казани еще одну семью такую же знаю пока отец жив был помню первые какие-то мордовские евангелие несколько чего данных почему это мы заставили нас в казани перейти вот мы приперли подходим неуверенно это ли квартира подошли слава богу раннее утро родители наверное спят а дети же проснулись из-за двери знаете чё от его от господа я это наследство полетит лябда я утля лябда я утля вот но знакомые и правда и пока они маленькие были все были верующие все были благополучны чудесно ну потом отец лунта сложности пришли братья не упускайте это возможность не упускайте пусть детское пение пусть вот юношеское пение есть возможность как-то с божьей помощью выгнать эти магнитофон из наших квартир пусть вот сердца пусть уста славит бога это путь к божественной полноте назидая самих себя псалмами словословыми песнопением духовными вот это нет забытые еще братья тоже чисто практически вот недавно мы на уровне родительских собраний исследовали эту тему спасешься ты и весь дом твой но почему быть многие родители говорят да ладно у у служителей не все дети верующие вы говорите что это тогда ну стали исследовать от чего это зависит вопрос вот везде где вы прочитаете вот из пришло спасение в дом и еще что то то есть где вы видите массовое спасение почитайте там внимательно и вы обязательно увидите там такой принцип и проповедный евангелие и проповедали всем в доме и результат массовое обращение всего дома господу так это же вот то что нам и нужно да но почему в наших домах так мало проповедовать слово божье но ведь ходами не проповедуется день рождения пожалуйста а там чего 3 брень 3 брень 3 брень скажите не так ведь так же но слово божие домашней церкви сколько ни бьемся но очень трудно чтобы домашней церкви были но там где слово божье хоть вот на уровне игры проповедует как в некоторых семьях да устроили собрание выстроить детей сейчас ты будешь проповедовать человек ждет когда же ему библии да возьмет в руки библии да вот так это ее перевернет и вот юный проповедник выходит перевернутые библии и он играет в собрании ну и слава богу что он играет в собрание ну и слава богу что он на своем уровне вот проповедует его но ведь это та среда где господь действует братья это все путь к тому чтобы сатана никогда не разрушила ни плоть не душу не дух ребенка и еще одну семью помню я только что обратился стал думать о том где теперь мне найти спутницу жизни вот а в рязани в двух домах девки только были но я и пошел в первый прихожу картошка перебирает ну бедлам в квартире это трудно вообразим вы понимаете вот в обыкновенно в доме в своем привезли грязные мокрые картошку и картошку переверю все члены семьи вот так в кружке но еще посреди дед иван сидит с евангелием в руке все но в основном женщин то-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Читает, 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 читает. Слава Богу, братья! Всё-таки я вам скажу, что вот если в Рязанской церкви, ну, примернейшая семья по сравнению с другими, почему? Вот кто научил его, главу этого семьи, вот занять такую позицию? А вы картошки перебираете, да? Сейчас вы нагрешите, весь подполог грехами будет забит, да? Но я вам в этом деле помешаю. Вы своё, вы пусть меня не слушайте, но Евангелие будет в доме проповедным. Евангелие будет звучать в этом доме. И оно звучало. А если звучало? А Слово Божие, оно как меч обоёд у острый, иногда и резанёт, оно и как молот, как в скалу даст, так и искра полетят. Слово Божие есть Слово Божие. Братья, вопросы целомудрия, вопросы спасения наших домов, сколько упущенных возможностей. Ну, если Господу угодно, продлимо, то очень много. Давайте сейчас помоемся уже обед скоро. О чём просить Господа? Помоги нам, Господь, выиграть в этой войне, братья, чтобы ни душу, ни дух, ни тело сатана не развратил, не разрушил любыми своими коварными методами и принципами, чтобы христианская душа, христианский дух, вот был побеждающим в этих всех коварных ситуациях. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.